Здравствуйте, друзья из астрономии! Сегодня мы рассмотрим тему, которая вызвала много внимания и любопытства, возможное сильное землетрясение в Японии. Если вы следили за новостями в последнее время, вы, должно быть, слышали об этом, и, возможно, вы задаетесь вопросом, действительно ли мир в опасности, если вот-вот произойдет катастрофическое событие. Давайте разберемся в том, что произошло, и разъясним сомнения относительно этого явления. Недавно в Японии произошло землетрясение магнитудой 7СПА-1, которое поразило район разлома Нанай, расположенный на краю зоны субдукции. Когда-то это землетрясение было крупным событием, но сейчас внимание привлекает предупреждение, выпущенное японским метеорологическим агентством. Что касается возможности сильного землетрясения магнитудой 9С1 в том же районе, то эта ситуация вызвала большое беспокойство в Японии и во всем мире. Во-первых, важно ли уточнить, что такое крупное землетрясение. Технически крупное землетрясение относится к любому землетрясению, магнитудой которого превышает 8 баллов. Магнитуда по шкале Рихтера. Эта классификация используется для описания чрезвычайно сильных и разрушительных сейсмических событий. Землетрясения такой масштабы редки, но и не совсем редки. Чтобы понять магнитуду крупных землетрясений, самое большое землетрясение за всю историю наблюдений произошло в Чили 22 мая 1960 года с магнитудой до 9С1. Это крайний пример разрушения, вызванного сильным землетрясением. Япония является одной из самых сейсмически активных стран на планете. И это связано с тем, что она расположена на краю нескольких тектонических плит. Нанайский разлом представляет собой зону субдукции, где встречаются две тектонические плиты, одна из которых вынуждена опускаться ниже другой. Эта зона субдукции в прошлом была виновником крупных землетрясений. Интервал варьируется от 100 до 200 лет. Последнее крупное событие в регионе произошло в 1946 году, когда землетрясение магнитудой 8 унесло жизни более 13 тысяч человек и вызвало разрушительное цунами. Недавно японское метеорологическое агентство опубликовало предупреждение на основе прогнозов и моделей. Это свидетельствует о 70-80% вероятности землетрясения магнитудой 8-9 в районе разлома Нанай к 2042 году. Важно понимать, что это не означает, что землетрясение произойдет немедленно, а скорее существует большая вероятность крупного сейсмического события в этот период. Оценки основаны на анализе сейсмических закономерностей и математические модели, которые пытаются предсказать будущие события. Хотя вероятность крупного землетрясения может быть шокирующей, важно помнить, что Япония является страной, которая очень хорошо подготовлена к стихийным бедствиям. Страна располагает передовой системой раннего предупреждения о землетрясениях и надежным комплексом мер безопасности для минимизации потерь и защиты людей. Японская культура. Он также хорошо осведомлен о сейсмических рисках и сделал практику и подготовку к землетрясениям частью своей повседневной жизни. Поэтому, хотя ситуация заслуживает должного внимания и подготовки, поводов для повсеместной паники нет. Научное сообщество продолжает следить за сейсмической активностью и состоянием разлома на Най японскими властями. Они принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности людей и снижения последствий возможного крупного землетрясения. Я надеюсь, что это видео помогает прояснить происходящее и разгадать тайну концепции большого землетрясения. Если вы нашли эту информацию полезной, не забудьте подписаться на канал со своими лайками и поделитесь этим видео, чтобы помочь распространить точную и актуальную информацию. Увидимся в следующий раз.